США советуют Израилю изменить характер операции в секторе газа. Компания Израиля по искоренению Хамаса из полосы газа должна перейти от широкомасштабной военной атаки к более точной операции, что позволит уменьшить количество жертв среди палестинского гражданского населения, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на пресс-брифинге в Вашингтоне. Глава американской дипломатии отметил, что конфликт между Израилем и Хамасом должен перейти в фазу меньшей интенсивности для сохранения жизни гражданских людей в секторе газа, мы ожидаем и хотим увидеть переход к более целенаправленным операциям, с меньшим количеством сил, которые действительно сосредоточены на борьбе с руководством Хамаса, сетью тоннелей и некоторыми другими критически важными вещами, сказал Блинкен. Госсекретарь США добавил, что уменьшение интенсивности израильских операций приведет к уменьшению ущерба, нанесенного гражданскому населению, в то же время, продолжает Блумберг. Официальные лица США по крайней мере публично не стремятся указывать Израилю, что ему делать. На днях министр обороны США Ллойд Остин на пресс-брифинге заявил, что США не будут «диктовать сроки или условия» Израилю, но могут дать советы по контртеррористическим операциям и переходу к «более хирургическим операциям». Министр обороны Израиля Юав Галланд, находясь рядом с Остином, сказал, что как только военные страны достигнут своих целей в данном районе Газы, мы сможем постепенно перейти к следующему этапу и начать работать над возвращением местного населения, по данным подконтрольного Хамасу Министерства здравоохранения. В секторе Газа погибли около 19 500 палестинцев, война на Ближнем Востоке. Боевики палестинского движения Хамас 7 октября вторглись на территорию Израиля. Во время атаки они убивали, похищали и пытали военных и мирных людей, а также обстреливали ракетами ключевые города страны. В ответ Тель-Авив объявил о начале масштабной наземной военной операции в секторе Газа. В конце ноября Израиль подписал с Хамасом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Перемирие продлилось до 1 декабря, но было сорвано из-за обстрелов боевиками территории страны. 20 декабря Израиль предложил палестинцам перемирие сроком на неделю. Тель-Авив предлагает освободить 40 человек, среди которых женщины и дети, а также пожилые мужчины, нуждающиеся в срочной медицинской помощи. Однако руководство Хамас отклонило это предложение. Тем временем Израиль отдал приказ об эвакуации территорий главного города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Тель-Авив будет постепенно переходить к следующей фазе операции в регионе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.